Привет! Не так давно были очень популярны всякие алмазы, кристаллы, бриллианты, драгоценные камни, в общем, всё то, что можно назвать английским словом джем. И они были везде, чехлы на телефоны, наклейки, тетрадки, предметы интерьера. И я тогда у одной ютуберши американско наткнулась на видео, где она делала мыло. Видео этих самых кристалликов. И она либо делала мыло и просто его резала потом, или же она использовала вот такие силиконовые формы. И я более чем уверена, что они изначально предназначены для кулинарных целей. Но я и мыло в варенье, это... Я пока обхожу эту сторону, не знаю, почему мне не очень нравится, но когда-нибудь я дойду до этого, да. Я же больше по эпоксидке. И я тогда подумала, наверняка кто-то сделал такие формы для льда силиконовые. Ведь есть формы для льда в виде черепов, всяких костей, осьминожек, рыбок, что там ещё в воде плавает. И алмазы, это тоже прикольно. Я, скрестив пальцы, полезла на Алиэкспресс. И да, я нашла такую форму. Там для больших и маленьких кристалликов. И я стала пробовать. Первый мой эксперимент был аж 20 марта. И его результат меня очень даже порадовал. Поэтому я ещё немножко поколдовала и сделала вот такие кристаллики. Безумно я порадовалась и уже распланировала, что вот, открою свой магазин, буду делать кулончики, серёжки, колечки, брелоки там. Будет моя фишка, типа, буду делать разные цвета. Но потом думаю, блин, нет. Если я буду делать магазин, значит мне всё время нужно будет делать одно и то же. А у меня опыт с магазинами уже есть. А я так не могу. Мне нужно, вот, я ещё хочу вот это попробовать вот это сделать. Вот это у меня заготовка лежит. Вот эта классная картинка, её тоже хочу повторить. Я не могу сидеть на одном месте. И поэтому я решила поделиться этим с вами. Вдруг кому-то это пригодится. И плюс, когда я делаю видео чего-то, что я делаю, не люблю повторить слова, я ставлю на этом своеобразный крест. Нет, не крест, галочку, что вот я это сделала, я этим поделилась, я молодец. Я могу это спокойно отпустить и быть открытой к новому. Потому что у меня же ещё бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот. Поэтому рассказываю, как я это делала. Сначала нужно обязательно защитить рабочую поверхность на случай, если смола капнет мимо. Чтобы коварные пузырьки не испортили изделие, я заливаю по капельке прозрачной смолы в те дырки, которые буду заливать, в те формы, которые буду заливать. И с помощью деревянной палочки ещё простукиваю уголочек. Потому что, вот, например, вот это вот уголочек кристалла. Как лучше показать-то? Вот это вот... да, вот идеально. Вот это вот уголочек кристалла. И вот здесь вот, внизу, может быть воздух. И если я проступиваю это палочкой, то воздух я убираю таким образом. И вся поверхность заливается, заполняется смолой. Уголочек получается остренький. А если этого не сделать, получается вот такой косяк. Для того, чтобы окрасить смолу, я беру вот такую тоже силиконовую форму и наливаю в неё по ложечке эпоксидки. А затем добавляю туда по капельке пищевых гелевых красителей и размешиваю их. Таким образом у меня получается эпоксидная палитра. Почему вообще беру такую форму? Она изначально для шоколада, для конфет. Но в пищевых целях я её никогда не использовала и уже не буду. Потому что заливаю туда эпоксидку. Эпоксидка токсичное вещество. И с едой её никак нельзя, ни в коем случае. Но за счёт того, что она силиконовая, когда смола в ней застынет, можно без проблем будет от неё избавиться и форма будет как новенькая. И поэтому не надо каждый раз копить стаканчики из-под йогуртов или покупать одноразовые стаканчики. Плюс ко всему они большие и смола в них будет просто размазываться по стенкам. И таким образом расход смолы будет больше. А так маленькая палитра и всё вообще отлично. Но вернёмся к кулону. Капаем в него немножко цветной смолы. Видите, вон там такая капелька. Потом ещё можно прозрачный, потом другой цвет. Рядом можно ещё другой цвет, потом опять прозрачный. В общем, так вот в перемешку. Когда не до конца зальёте, можно засыпать ещё блёсток. Но не нужно мешать очень интенсивно, потому что наша задача ведь получить именно разводы. А если будете мешать очень сильно, просто цвет расплывётся по всему кристаллу, и у вас будет цветной кристалл. И второй раз я мешаю, когда заливаю до конца кулон. И можно сверху аккуратненько тоже перемешать. Можно мешать вправо-лево, можно вверх-вниз. В общем, как угодно, чтобы создать такое внутри. Вот такое. В следующий кулон я добавляла только зелёный цвет. Причём сначала нужно было налить много, примерно вот так, эпоксидной смолы, потом в центр зелёный цвет, потом сверху опять заливаем прозрачной смолой, и потом аккуратненько так размешиваем, и получается неизвестно что пока. Это секрет, пока. И третий кулон я тоже сделала зелёным и добавила туда блёсток, чтобы была такая, как будто эта зелёная статиринская магия. Здесь вся сложность, и в то же время весь прикол в том, что ты никогда не знаешь, что у тебя получится. Ты работаешь, считай, вслепую, и это всегда загадка и интрига, что ты там потом достанешь. И вот по прошествии 24 часов, наконец-то, они прошли, и это всегда очень сложно ждать. Это так волнительно, доставать эти кристаллы, и их рассматривать. Я могу часами под фонариком, потому что чем больше цвета вы заливаете, тем темнее получается кулон, но в то же время, тем интереснее его разглядывать с фонариком или на солнечном свете. С солнцем я пыталась вам это снять, не берёт камера. С фонариком, вот, можете посмотреть, но всё равно это не то, как на самом деле выглядят эти кулоны. Это целый мир внутри, который можно часами сидеть и разглядывать, вертеть этот кулон на свет, как ты свет повернёшь, какой ты свет добавишь, холодную или тёплую лампу там, например. Это я без ума от этой темы. Чтобы сделать из этих кристалликов кулоны, я беру штифты, и для украшения ещё вот такие шапочки для бусин. Но штифт, как видите, длиннее, чем эта шапочка, поэтому их я укорачиваю с помощью кусачек. Кристаллы восстанавливаю на клячку, чтобы они ровно стояли, и верхнюю часть заливаю смолой, и ровно в центр помещаю шапочку для бусины и штифт, за который потом можно прицепить цепочку. И пока я горела этой темой, этими кристаллами, я сделала ещё несколько, вложила в них разный смысл, разные цвета, и так как у меня их много, я подумала, давайте я их разыграю среди вас. Условия очень простые, нужно поделиться будет записью с этим видео из моей группы ВКонтакте, ссылка будет в описании, и всё подробнее будет в описании. И я сейчас ещё пущу, после того, как закончу говорить, пущу видео, где будет нарезка из того, где я под фонариком кручу эти кристаллы, и в комментариях можете написать, что вы видите в этих кристаллах, что бы они для вас значили. Вот. Надеюсь, вам понравилось это видео, если есть вопросы, задавайте, если есть пожелания, пишите, а я вас вот так сильно люблю. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok